всем привет дорогие моим друзьям гостям моего канала мои хорошие привет из армения всем армения привет мои хорошие сегодня хочу поделиться такой бомбани рецепт бомбический рецепт идеального слоеного теста у меня на канале по-разному есть слоеное тесто но это не тесто а бомба оставайся со мной не листай не перемотай потому что очень много важные моменты скажу чтобы не пропустили этот рецепт меня научила моя подруга розалина привет я знаю что ты меня смотришь да 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 и я всех учу этот рецепт даю это это идеальный рецепт ну что чтобы не тянуть время пойдем готовить мои хорошие а вспомнила друг если ты не подписан обязательно подпишись не забудьте нажимать внизу колокольчик чтобы не пропустить новое видео спасибо за лайки и хочу поблагодарить моим зрителям за теплые слова за благодарны за теплые слова мои хорошие я тоже благодарна богу что вы у меня есть мои хорошие ну что пойдем итак начинаем мои хорошие маргарин у меня 250 грамм мягкий обязательно надо чтобы мягко было идет на тесто потихонечку миксером взбиваем потихонечку чуть-чуть не надо долго взбивать мои хорошие по одному здесь идет сейчас отключу этот здесь идет 5 средних яйца если большие желтки можно четыре яйца только желток идет вот я приготовила потихонечку яйца по одному кидаем взбиваем мои хорошие чуть-чуть взбивали чуть-чуть и не боимся нам нужно здесь нужно добавлять прям аж крутой кипяток 500 миллилитр не боимся яичница не будет потому что мы яйцо с маргарином взбивали 250 грамм с маргарином вот нормально да потихонечку я добавляю прям аж крутой кипяток прям аж крутой не боимся мои хорошие ну один стакан у меня чашка 250 миллилитр все добавляем 2 помешал чуть-чуть отключаю здесь у меня осталось еще чуть-чуть оставила здесь добавляю одну чайную ложку соли мои хорошие чтобы растворилась до одну чайную ложку соли и две чайные ложки уксус уксус вот такой 70 процентный 2 чайные сразу в воде до в кипятке раз два все три столовые ложки добавляю водки ой мужики скажут вот такая хорошая водка дорогая и в тесте да все бывает три столовые ложки водки раз два три вот так вот хорошо мешаю чтобы соль да все растворилась очень хорошо все это массу мешаем все растворилась и потихонечку отправляем наливаю массу долго не месим не надо вот так долго миксером взбивать все добавляем 900 грамм или килограмм пойдет не знаю муки чтобы стало мягче на не надо шутить мукой получаем мягкое тесто освобождаем место все потихонечку добавляем мешаем добавляем до муку может 900 падет может 800 может килограмм больше не надо чтобы мы тесто получили не сильно мягкую но нежное тесто мягкое нежное тесто мы получили аккуратно как пластилин да получаем если у кого удобно кого удобно так а мне неудобно я на столе буду месить отправляю тесто и здесь буду месить очень хорошо и долго месим хотя бы пять минут десять минут еще раз говорю если муку много делать мои хорошие тяжелое тесто у вас будет и не получится да очень хорошо чтобы или дата или чё вы сможете да не то что рецепт это тоже нюансы есть что если тяжелое тесто не мягкая не поднимется у вас не готов не не хачапури то что вы не хотите будете готовить да имейте ввиду что аккуратно потихонечку с мукой так пять десять минут обязательно долго месим потому что тесто любит да слоеное тесто чтобы долго месили я чуть чуть внизу муку немного я уже получаю уже однородная мягкая но не сильно мягкая как пластилин да получаем мягко сильно мягко тесто не надо но нежное тесто эластичное тесто получаем и 5 минут миссии можно вот так вот чуть чуть раскреплять чтобы тесто вот так вот на столе да вот так вот ударить тесто можно так вот потом миссинг не приливает уже на руках но я чуть чуть да вот видите вот так очень чуть чуть и начинаем месить очень хорошо миссии мои хорошие вот мои хорошие 10 минут миссила, прямо чувствую пузырек воздушный на руках, не прилипается тесто нежное, смотрите как пластилин видите, не прилипается все ровно делим на 6 частей раз на глаз я все чувствую прям аж ровно делаем 6 вот это чуть-чуть вот это нормально прям аж воздушное тесто получается сильно муки не надо, лишней муки убираем вот это чуть-чуть маленькое отсюда вот это здесь вот так вот вообще-то не надо было чуть побольше, чуть поменьше ничего страшного, вот так вот на 6 ровно делали закрываем чистой полотенцей отправляем полчаса минимум отдыхать хорошее, у нас тесто отдыхало полчаса, я одевала перчатку миксером невозможно и отдельно делаем вот это масло мукой чтобы намазать тесто сейчас показываю, каждый у меня маргарин нас маргарин, вы можете делать молочный маргарин ну маргарин каждая пачка у меня 250 грамм три пачки отправляю сюда так, и руками буду месить да, руками буду месить и добавляю 230 грамм моей хорошей муки добавили маргарине 200, видите, уже пальцем 230 грамм муки и вот так вот руками начинаю месить до того, чтобы получили однородное, да вот так вот видите, надо, чтобы наш маргарин был мягкий и вот так вот очень хорошо начинаем месить ну миксером не нравится, все прилипает, поэтому я мне так удобно, я решила руками потому что так удобно мне вот мои хорошие, что у меня получилось вот вот это три пачки, да, делала я 750 грамм и буду ровно не буду 12, если хотите 12, так, колобки делайте я сразу 6 делаю каждый раз будем чуть-чуть, да, мазать открывать и намазать ну, три раза, если откроем и закроем тесто 150, каждое тесто колобки пойдет 150 грамм вот вот мои хорошие, 6 колобки делала каждый колобок 150 грамм я на глаз делала, может чуть больше, чуть меньше но ничего страшного, отсюда возьму один вот этот колобок три раза открываем вот этот один колобок три раза пойдет на это будем делить, да все, начинаем мои хорошие открываем тесто намазываем вот наш вот маргарин, как сказала и сразу пакет еще в нюансе отправляем в холодильник ни в коем случае открыли, намазали, закрыли и сразу в холодильник не оставляем на комнатной температуре запомните чуть-чуть я муку не сильно так, слегка и намазываем масло да, еще в нюансе как открываем аккуратно, чтобы бортики, да такой гладкой, чтобы тесто было как говорится, покоженное тесто, чтобы не было вот так вот, аккуратно вот так вот держим и тоненько все аккуратно намазываем видите, как я аккуратно намазываю следующее тесто чуть-чуть намазываем так, слегка тесто и аккуратно открываем чтобы тесто запомним была гладкая ой, извиняюсь гля, гля вот так вот намазали и все каждый раз три раза мы открываем вот так вот тоненько масло намазываем везде не пропускаем ничего вот так вот здесь не хватает закрываем и отправляем сразу опять в холодильник это уже второй раз я делаю сразу видите пузырьки прям аж видите какие пузырьки и сразу отправляю в холодильник то же самое два часа отдыхает никогда не оставляем нуансы никогда не оставляем комнатной температуры все мы открыли закрыли три раза отправили в холодильник и если мы хотим сегодня что-нибудь печь надо, чтобы опять два часа отдыхало потом делаем что хотим запомните если ничего не делаем отправляем сразу морозильник не оставляем в холодильнике если на днях ничего не будем печь из морозильника когда хотим достать печь что-нибудь доставать из морозильника не сразу комнатную температуру а холодильник чтобы постепенно она пришла в себе да не сразу комнатной температуры тоже нюансы не то что мы все правильно делаем тесто есть нюансы но надо поддерживать вот так вот запоминаем все три раза делали отправили два часа каждое тесто два часа отдыхать каждый раз когда намазываем намазываем маргарином должно отдыхать два часа намазали тоненько аккуратно вот так вот поправляем тянем закрываем вот так вот тянем то что не хватает вот так вот еще вот так вот тянем аккуратно здесь раз и отправляем сразу моментально у меня не будет стоять здесь как сказала теплым место не должно быть оставаться сразу отправляем пакет и холодильник следующий делаем два часа тесто каждый раз три раза открываем намазываем закрываем каждый раз по два часа будет наше тесто отдыхать запомнили открыли первый раз намазали нашу марга наш маргарин закрываем вот так вот пакет открыли первый раз намазали закрыли сразу холодильник два часа будет отдыхать все уже третий раз я открываю, мои хорошие. Это уже третий раз. Холодильники по одному из холодильника достаю. Немножко. Вот так вот. Видите? Вот так вот. Муку вообще сильно не надо. Видите? Пузырьский перемашь. Только открыла и пузырьки. Аккуратно. Все. Открываем тесто, чтобы тесто было гладкое. Помним. Это тоже надо запомнить. Мои хорошие. Говорю, что как калкур. Делаю сразу такой звук сразу из теста. Вот так вот. Аккуратно палец попал. И аккуратно. Вот так вот. И начинаем намазать. Вот так вот. Быстрое, послушное тесто. И быстро, прекрасно. Аккуратно. И края тоже обязательно. Вот так вот надо намазать. Вот так вот. Все, мои хорошие Три раза открыли, закрыли По одному отправили в холодильник Один раз повторяю Открыли, закрыли, намазали, закрыли Сразу в холодильник Три раза так делаем И сразу отправляем в холодильник Я уже третий раз открывала, намазала маргарин И закрыла на пакет холодильник Я хочу с этого теста делать И готов армянский бренд И хачапули, и много чего Но все, я закончила Два часа Будет отдыхать через два часа Только начинаем печь Или утром Сейчас вечер, ничего не буду делать, мои хорошие Утром буду делать Приятного вам просмотра Мои хорошие, до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok